Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к Эфессиным. Глава 5, стихи 33, до конца главы, но это последний стих главы, и глава 6, первые 9 стихов. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражаете детей ваших, но воспитываете их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовые, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания святого апостола Павла к Эфессину. И сегодня читаем с вами начало 6 главы и конец 5. В конце 5 главы апостол Павел напоминает тот принцип взаимоотношения в семье, который должен быть. Но также мы должны понимать, что апостол Павел здесь говорит не только о практической части христианской жизни, христианской аскезы в отношениях семейных между мужем и женой, между родителями и детьми и так далее. Нужно понимать, что речь здесь идет еще и о богословии. Отрывком ранее апостол Павел рассуждал о браке как образе взаимоотношений церкви и Христа, Господа нашего. И все это было связано с практической стороной жизни, потому что те особенности семейной жизни, которые проявляются в отношениях между мужчиной и женщиной, между мужем и женой в браке, они отчасти могут открыть нам ту тайну взаимоотношений Христа и церкви, которую мы видим или не видим, но которая есть, и о которой сам Христос говорит, и о чем свидетельствует нам Евангелие. «И вот, так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Страх Господень, начало премудрости. Хотя ничего хорошего в таком чувстве, как животный страх, нет. Животный страх парализует. Но есть иной страх, страх Божий, который, наоборот, сосредотачивает человека и удерживает его от зла. Помните, как 33-й Псалом. «Уклонись от зла и сотвори благо». Соответственно, мы должны уклоняться от зла. И мотивацией к такому уклонению на первоначальной ступени нашей церковной жизни должен быть страх Божий, который потом возрастает в любовь к Богу. Так же и здесь, в браке, жена добоится своего мужа. Это не животный страх, когда жена боится своего мужа как некого деспота. И это не тот случай, когда мужчине открывается дверь к деспотизму, какому-то насилию, как моральному, так и, не дай бог, физическому. Нет. Это, наоборот, должно мотивировать мужчину стать действительной опорой и защитником своей семьи. И вот такого мужа жена должна бояться оскорбить, бояться обидеть. А муж, в свою очередь, должен любить свою жену. Вот о чем говорит апостол Павел, сопрягая это с высокими образами богословскими, дабы нам было понятно та любовь Божия, которая сливается на церковь через Христа Господа нашего. Далее идут практические советы о семейной жизни. Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Справедливость и закон Божий. Да, мы знаем, что есть такая заповедь. И есть заповедь, почитая отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Действительно, наша забота о наших родителях – это залог нашей будущей жизни в благочестии, чистоте и долголетии, в здравом уме и твердой воле. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Очень важный совет здесь дает апостол Павел о том, что мы должны воспитывать своих детей в учении и наставлении Господнем. То есть мы должны их воспитывать в евангельской этике. Сегодня очень часто можно услышать такие слова, что родители говорят о том, что ребенок сам должен вырасть, когда вырастет, выбрать себе веру, выбрать религию. Но для нас, христиан, это очевидно, что это не так. Ибо человек должен научиться говорить на неком языке. На определенном этапе апостол Павел давал своим посомам, коринфянам или каким-нибудь другим, эфесинам тем же. Сначала молоко, которое они должны воспринимать, но потом они должны воспринимать твердую пищу. Когда мы воспитываем детей, мы тоже сначала даем им молоко. Мы объясняем этот мир им не так, как написано в учебнике по естествознанию, по физике и по химии. Потому что ребенок на определенном этапе своей жизни просто не воспримет эту информацию. Он воспринимает мир другим. У него цельная, если угодно, мифологическая картина мира складывается в детстве. И постепенно, постепенно, развивая критическое мышление, он подступает к научным основам миропознания. Но до этого не нужно разрушать его детскую картину миру. И в детстве мы должны воспитывать в них, в детях наших, евангельскую, христианскую этику. Дабы в будущем, когда он вырастет и столкнется с суровыми реалиями нашего мира, и столкнется с более сложными богословскими вопросами, он не подходил к этим вопросам, образно выражаясь, с молоком на губах. А уже, пройдя этот этап, подходил к действительно серьезным, богословским истинам христианского вероучения, а не застревал на, скажем так, дошкольном развитии в плане познания своей собственной веры. Поэтому правильно говорит апостол, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный. Здесь апостол Павел говорит в рамках той социокультурной действительности, которая наличествовала в его эпоху. Но именно благодаря тому, что были такие наставления апостола Павла, христианство и подготовила ту культурную почву, которая в итоге и отменила рабство, которая зародила эту идею того, что это ненормально в умах людей. Здесь же апостол Павел пытается снять то напряжение, которое может существовать между господами и рабами, когда каждый становится братом и сестрой друг другу и служит не как раб и повенует и повелевает не как господин, но как старший брат младшему. Поэтому вот такие семейные отношения предлагает выстраивать апостол Павел в отношениях друг с другом и с Богом. О чем мы будем молиться, дорогие братья и сестры? Помни о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова